Добрый вечер, в эфире информационная программа Факт, в студии работает Айсул Махмутова. Интерфакт сообщает, с 14 ноября этого года у казахстанцев, желающих получить шенгенскую визу, будут снимать биометрические данные, отпечатки пальцев и биометрическую фотографию. В основе данного нововведения присоединение дипломатических представительств по всей Центральной Азии к визовой информационной системе шенгенских стран. Информационная система виз призвана упростить подачу документов на открытие визы, процедуру пограничного контроля при въезде в зону шенгенского соглашения и усилить безопасность также в интересах самого заявителя. Косак сообщает, 20-25 тенге за каждый литр молока, закупаемого предприятиями молочной промышленности республики, составят государственные субсидии. С 1 января следующего года сообщил представитель Министерства сельского хозяйства республики Шеймер Диан Ахметов. Государство планирует возмещать часть затрат на молоко, закупаемое переработчиками для производства сыров, сливочного масла и сухого молока. В министерстве также сообщили, что в настоящее время невозможно введение квот на ввозимую из России и Белоруссии молочную продукцию, так как все импортное молоко завозится из стран Таможенного союза, а у нас с ними таможенных границ нет, сказал Ахметов. Интерфак сообщает, 16 вертолетов для оказания медпомощи и аварийно-спасательных работ будут задействованы на территории Казахстана, сообщил вице-министр ПЧС Валерий Петров. В этом году мы заканчиваем формирование специальной вертолетной авиации. Получаем в декабре еще 4 вертолета «Еврокоптер», сказал Попов. 14 воздушных судов ЕС-145 и 2 К-32 предназначены для особо сложных и трудных полетов. Еще одно сообщение от агентства «Интерфакс». Самолет авиакомпании «Эйростана», задержавшийся в Куали-Лумпуре для из-за технических неполадок, прибыл в Алматы. Как сообщалось, более 120 пассажиров не смогли в минувшее воскресенье вылететь из Малайзии. У «Боинга-757» отказал блок питания автоматического управления двигателя. В авиакомпании подчеркивали, что никакого задымления и возгорания в самолете не было, о чем ранее сообщалось в социальных сетях. В североказахстанской области нашли заблудившуюся 10-летнюю девочку. Школьница в минувшую субботу отмечала день рождения подруги в селе Богдана Хмельницкого. Вечером вышла от нее, но домой не вернулась. На утро девочку в 8 километрах от села обнаружил водитель КамАЗа, который отогрел замерзшего ребенка и привез домой. Как выяснилось, школьница вышла от подруги, когда на улице было темно и сама не заметила, как ушла в другую сторону от дома на светящиеся огни соседнего села. Новости нашего города смотрите сразу после рекламы. И городским новостям по улице Тургенева произошла авария со смертельным исходом. На заднем сидении автомашины Ниссан Максима, которая от бокового столкновения с опорой линии электропередачи превратилась в груду металла, погибла 32-летняя женщина. Водитель авто 23-летний Актюбинец скрылся с места ДТП в пешем порядке, однако уже через три часа он был задержан. Также выяснилось, что в салоне машины находились еще двое пассажиров, мужчины 23 и 24 лет. Также выяснилось, что в данной автомашине находились еще двое пассажиров, один из них 24-летний мужчина, госпитализирован в БСМП, с диагнозом открыта черепно-мозговая травма. Второму пассажиру была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. В настоящее время в отношении задержанного по подозрению в совершении данного ДТП возбудили уголовное дело по статье 296, часть 2 уголовного годуса Республики Астан. Открытие нового моста переносится на другой срок. Сегодня об этом заявили представители городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Вся причина в том, что параллельные улицы с конца еще не готовы к изменениям, которые произойдут после сдачи нового объекта. В данный момент на улицах, на которых произойдет изменение маршрутов движения, ведутся подготовительные мероприятия. В частности, устанавливаются дорожные знаки, светофоры и делаются кармашки для общественного транспорта. Как было заявлено ранее, автобусы теперь по улице Асал-Барака ездить не будут. Их маршруты перенесут на Кунаево. Ну а сам мост в торжественной обстановке презентуются дня на день. Открытие мостового перехода по улице Азнаурыс состоится 1 ноября в 11 часов. Также хотелось бы отметить, что после открытия моста схема движения будет организована, как мы предоставляли ранее в средствах массовой информации. Хотелось бы предупредить и оповестить население, чтобы они ознакомились с схемой движения, которые были напечатаны в СМИ. Ну и чтобы в дальнейшем после открытия моста могли передвигаться по данной схеме движения. Небольшие доработки осталось выполнить и на улице Азнаурыс, который напрямую выведет автомобилистов на аэропортовскую трассу. До конца не закончился ремонт и по улицам старой части города. Асфальт, как известно, поменяли по улице Улиханово, 8 марта, Акимжаново и Некрасово. Работы по обустройству по Улиханово остановочных карманов перенесены на следующий год. На следующий год при благоприятных погодных условиях данная подрядная организация, со стороны данной подрядной организации работа будет продолжена, согласно рабочему проекту. Работники подрядных организаций до сих пор работают в две смены и уверяют, что у нас погода еще позволяет укладывать асфальт. Более того, специалисты якобы параллельно выполняют все технологические работы, следя за качеством проводимых мероприятий. Но в целом на ремонт всех улиц в этом году бюджет выделил более 2 миллиардов тенге. Но все деньги освоить специалисты физически не успевают. И будут ли эти средства перекинуты на следующий год в отделе ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта, как и сколько же все-таки средств закатано в наши дороги, еще не знают. Для ЗАЦА Киева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». И сегодня на предприятии «Казахавтодор» был проведен осмотр спецтехники, предназначенной для очистки дорог республиканского значения. Готовность техники к зимнему сезону равна 80%. Горожане могут быть спокойны, уверяют на предприятии. Тему продолжит Айшат Ибрагимова. Зима не за горами. И уже сегодня пора позаботиться о том, чтобы спецтехника по уборке снега была готова. Этим и занялись сегодня на предприятии «Казахавтодор». По области функционирует 15 дорожно-эксплуатационных пунктов, которые обслуживают дороги общей протяженностью в 1800 километров. Мы сегодня собрались, чтобы провести техосмотр, готовность техники к зимнему сезону. Эта техника прошла со всех регионов, со всех ДЭУ, со всех ДЭПов. И поэтому сейчас сегодня был начальник департамента обменных дорог, Бамгайда Баланулбекович, наш директор, Акимжан Мустаяч, у Тимуратов. Все начальники тоже, мастера проверяли просто готовность к зимнему периоду. Так что, в принципе, техника к зимнему периоду готова, но все равно немножко нехватка у нас техники. Мы где-то обеспечены всего лишь 30%. «Казахавтодор» готов к встрече зимы на 70-80%. По нормативам, один дорожный пункт должен обслуживать не более 60 километров дороги. Однако из-за нехватки техники и людей на один ДЭП приходится 100-120 километров. В каждом пункте работает по 10-12 человек. Всего на предприятии около 250 человек. Как говорит Валерий Гуцалов, их специалисты со своей работой справляются. И его особенно радует тот факт, что с каждым годом по области отремонтированных трасс становится больше. Сейчас, допустим, у нас по Актюбинской области 60% дорог хороших. Второй и третьей категории. Сейчас вот в этом году запускается Мартуцкая трасса, потом Кустаная граница, Западная граница, Мартуцк запускается. В прошлом году была опущена вторая категория дороги в сторону Иргиза от Карабутака до Кызладинской области. Так что, в принципе, у нас осталось в области где-то процентов 40 дорог, которые нужно отремонтировать. В подчинении дорожного участка номер 12 два дорожных пункта. На балансе каждого из пунктов находится один грейдер, трактор и КамАЗ К-700. Горожане могут быть спокойны, уверяет Валерий Гуцалов. Их техника не подведет. Айшат Абрагимова, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в областном департаменте статистики озвучили показатели социально-экономического развития области по итогам 9 месяцев. По данным руководителя ведомства, в регионе наблюдается небольшое повышение инфляции по сравнению с декабрем прошлого года. Прежде всего, это связывает с подорожанием комуслог. О том, на что еще поменялись цены, в последнее время расскажет Алиса Маринец. Судя по озвученным на пресс-конференции данным, за 9 месяцев жить в регионе стало намного лучше. Прежде всего, радует демографическая ситуация. Так, число родившихся за этот период более чем в три раза превышает количество умерших. Жители области по-прежнему активно создают семьи. С начала года в регионе зарегистрировано почти 5,5 тысяч браков. Также, если верить специалистам, с каждым годом заметно повышается уровень жизни актюбинцев. Так, средняя заработная плата сейчас уже составляет 93 тысячи тенге. Как объясняют в департаменте, расчет ведется в основном по крупным предприятиям. В сфере малого бизнеса анализ делается выборочно – один раз в три месяца. Мы рассчитываем заработную плату по средним и крупным предприятиям. А то многие путают, что, например, у кого-то зарплата 40 тысяч тенге, 50 тысяч тенге. Я прошу иметь в виду, что это рассчитывается по кругу средних и крупных предприятий. Более 50 человек работающих у нас. Также, по данным статистиков, с начала года в регионе наблюдается положительная динамика в реальном секторе экономики. Правда, уровень инфляции несколько повысился. Сейчас он выше среднереспубликанского. В департаменте статистики это объясняют повышением в сфере платных услуг. В основном за счет коммунальщиков. Если вернуться к инфляции, то инфляция за 9 месяцев составила 103,6%. Рост инфляции в основном произошел за счет подорожания, повышения коммунальных услуг. Но я думаю, к концу года эти данные все стабилизируются. Что касается цен на продукты, то в данный момент наблюдается снижение стоимости овощей, круп, сахара. А вот цены на мясо, а также колбасные, молочные и кондитерские изделия заметно подскочили. Алиса Маринец, Александр Людиновский, программа «Факт». Какими темпами в Актюбинской области развиваются сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства? Что уже сделано и какие планы у чиновников на будущее? О своей работе журналистам сегодня рассказали сразу два актюбинских чиновника. На приеме у Каната Нуршина и Мамыргалия Кагазова побывала наша съемочная группа. Руководитель управления строительства более подробно остановился на актуальной теме сегодняшнего дня – реализацию госпрограммы «Доступное жилье-2020». Если в прошлом году в области было введено в эксплуатацию 430 тысяч квадратных метров жилья, то на 2013 запланировано чуть больше – 455 тысяч. Сотни актюбинцев уже отметили новоселье, остальные ждут своей очереди. В основном многоэтажные дома строятся в областном центре, в новом микрорайоне Нурактубе, а также в районах области. Вот из года в год немножко уже совершенствуется система. Сейчас электронные госсакупы проходят. Ежегодно обновляются строительно-нормативные базы. Новые расценки появляются. Ну, в отношении актюбинской области критики такой, наверное, я сам прослушал, наверное, не было. Далее эстафета перешла в руки главного коммунальщика области Мамаргаляк Кагазова. Чиновник рассказал о газификации региона. Сегодня голубым топливом обеспечены 85 населенных пунктов. Теплоснабжение. В настоящее время проводится реконструкция тепловых сетей Алги и Шубар-Кудука на сумму 650 миллионов тенге. И водоснабжение. В рамках программы Акбулак строится и ремонтируется 25 объектов, в том числе замороженные по вине недобросовестных подрядчиков. К примеру, водопроводная сеть в селе Родниковка Мартукского района. Определили руководством области по программе местного предпринимателя обязали. Фирма на областном масштабе авторитетная, которая имеет за душой все материально-технические оснащенности полностью, базы имеет. На данное время он занимается, выполнился первое-второе подъема, полностью работу он завершил сегодня. Сейчас вода находится на два улиц, Родниковку сегодня воду подали. Отдельного внимания удостоилась набирающая популярность программа модернизации ЖКХ. По информации Мамаргалия Кагазова, за последние два года через капитальный ремонт прошли 89 многоэтажек. Это жилые дома Актубе, Храмтау и Кандагаша. Обновление еще 84 объектов было запланировано на 2013. Однако в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета, работы вынуждены перенесены на год следующий. Айсулу Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт». К сотрудничеству против контрафакта сегодня призвали сотрудники юстиции и местных предпринимателей. С этой целью на встрече был подписан меморандум. За круглым столом были обсуждены несколько вопросов, в том числе говорилось об ответственности, которую несут реализаторы подделок. Законодательство нашей страны предусматривает за такое правонарушение административный штраф до 200 МРП, либо лишение свободы до полутора лет. Меморандума о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности в нашей области, да и в республике, был подписан сегодня впервые. Главная задача документа в том, чтобы сказать стоп контрафактной продукции, в которой, кстати, мало хорошего. Это в первую очередь вред здоровью человека, низкое качество, популярность может вызвать разве что цена. Зачастую подделка стоит намного дешевле оригинала. Черная крышка и удлиненный конусообразный носик – это оригинал. Белая крышка и мембрана – это фальсификат. У них дополнительная цена, наверное, тоже разная. Цена, конечно, разная, да. По парфюму показываю. Коробочка. Не всегда это 100% определение, но, по крайней мере, некая помощь в использовании, да. Обычная ручка ультрафиолетовая. Просвечиваем. Видим кодировку. Может быть, кодировка снаружи не присутствует, но присутствует внутри. Кроме того, при покупке парфюмерии следует ориентироваться не только на цену. Дорого не значит оригинал. Открывая коробку с духами, обратите внимание на защитный код на коробке и на самом флаконе. Они обязательно должны совпадать. Нужно отмечить, что в этом году за реализацию контрафактной продукции к административной ответственности привлечены 40 человек. 25 человек понесли уголовную ответственность. Правоохранительные органы сегодня еще раз напомнили участникам рыночных отношений, незнание закона не освобождает от его ответственности. Для недопущения крайних мер бизнесменам посоветовали вовремя реагировать на некачественный товар, а прежде всего научиться различать его от оригинала. Половина нашего магазина находится в аренде, и как бы уследить за всем этим сложно, да, за поступлением товара. Мы, конечно, регулярно это смотрим. И в данной ситуации, допустим, много вопросов по поводу ассортимента этого контрафакта, как его выявлять, какие последствия у нас, как у арендатора, будут. Чем это будет нам грозить, если мы пропустим какой-то контрафакт? Вот такой вопрос еще. Есть административная ответственность и есть уголовная ответственность за нарушение авторских смежных прав, то есть нарушение прав на интеллектуальную собственность, а также за незаконное использование товарных знаков. На сегодняшний день в городе Октюбе есть уже несколько фактов, когда люди привлекаются к уголовной ответственности, в том числе и за реализацию контрафактной продукции. Между тем, рядовой потребитель о тонкостях внутрирыночной борьбы за него и не подозревает. Октюбинцы доверяют интуиции, марке товара и цене, а еще и не забывают смотреть на срок годности любого товара. Чем руководствуетесь, когда покупаете товар? Ну, есть уже давно, чем пользуешься, поэтому знаю. Ну, по цене, наверное. На этикетку смотрю. Вот. Ну, там, срок годности, давности, там, вот это смотрю. Ну, по маркам, как чем дороже, мне кажется, чем лучше. Вот так вот. По этикетке. Ну, что еще обращаете внимание? Ну, на упаковку. Кстати, на встрече говорилось и об ухищрениях подпольных фирм, которые успевают делать копии товаров сразу вслед за новинками. Поэтому горожан, реализаторов товара, попросили быть бдительными и в случае обнаружения контрафакта дать знать органам правопорядка и контроля. Эльмира Ижанова, Александр Людиновсков, программа «Факт». Таковы основные события этого дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok